Сколько сил и воли сейчас потребуется, чтобы сосредоточенно вести эфир, потому что есть у нас в студии «Лучезарная красота», но отвлекает, отвлекает. Да ладно? А вот просто потерял удар речи. Я вообще, я ничего не буду говорить, можно? Я буду сидеть и смотреть целый час. Итак, королева красоты, певица, актриса, экс-виагра Татьяна Котова! Доброе утро, доброе утро. Станечка ждали очень долго, большое спасибо, что пришла, и как прекрасно, что у нас есть целый час впереди для общения. Ты вот легко просыпаешься так рано утром? Каждый день практически, каждое утро. Серьезно? То есть ты жаворонок? Я вообще в одном ключе, и жаворонок, и сова. Не знаю даже. Вот как-то так получилось. Слушай, ну это редкая способность, потому что вот мы с Владом делимся, он жаворонок, и я сова. Нет, ну это мы вопрос задаем всем абсолютно, потому что сами просыпаемся в 4.30 примерно, в 4.45. А, ну это вообще, ну это прям очень рано. Это жесткий вариант пробуждения. Я всегда удивляюсь таким людям, которые могут в 4.30 проснуться и в таком вот бодрости. Ну и иногда мы... Таня, секрет просто, нам просто некуда деваться. Да, если мы будем нести ерунду, у нас понятие простить, мы... 4.30, да. Так, Таня, мы начали наш эфир с песни «Потрясающий, я буду сильней». Очень интересный момент клипа, вот в самом конце. Что это за балерина? Кого она как бы символизирует? Это я в детстве. Мы достали кассеты детские. Серьезно? Шучу. Я думаю, у нас же какое качество записи. Ну, в смысле прообраз тебя, когда ты была маленькой совсем. Прообраз меня, да. Прообраз меня и как бы моего отца, который мне помогал в детстве становиться сильней. Несмотря ни на что, какие бы ни были препятствия, ни какие бы ни были трудности, вот таким образом как бы так подбадривал, обнимал. Ну, то есть вот такая вот идея. И то есть и я параллельно в этом клипе, уходя от молодого человека, тоже должна становиться сильней. Слушай, ну вот эти слова там сегодня «я стану сильней». Я не могу говорить. Я забываю, что мне нужно разговаривать в российских. Я буду ворочать тебя, да. Ты на самом деле, ты слабый человек или ты сильный человек? Ну, как можешь сказать себе, что слабый человек? Не-не. Я не знаю. Просил. Если даже оно есть, ты не можешь себе этого позволить просто. Красота города берет. Вот так вот. Бывают разные, конечно, слабости. У каждого есть свои слабости. Ну, допустим, да, мы какое-нибудь вкусное блюдо видим и не можем удержаться. В такой момент можно признать, что ты слабый. Вот мой человек. Печеньки. Ну, я не по печенькам. Я больше мясо люблю. Ну, что мясо, мне кажется, полезно. Как я тебя понимаю. Нашли общих тел. Мы как-то по идее выделились. Жюльера самая любимая еда. Это печеньки с утра. Ну, а что? Почему человек, который их ест, и ничего не происходит с ним? Подожди, у меня еще вот такой вопрос. Быстренько ответь мне на него. Ты, я так понимаю, песня во многом биографична, да? Ты в жизни можешь такую сцену закатить в ресторане? Я вообще все, что угодно могу закатить. Можно такой цирк сделать. Ну, то есть ты терпеть не будешь, если тебе что-то не нравится. Не-не-не, а зачем? А смысл? Это же все потом копится в человеке, да? И потом, ну, потом как выплеснить. Он не покажет. Да, мне кажется, вообще всему ресторану будет потом плохо, если держать в себе. Ну, и, насколько я знаю, вот эту песню написал Макс Барских. Клип сделал Алан Бадоев. Да-да-да, действительно так. Вот о сотрудничестве с ними мы поговорим уже в следующем выходе. Еще раз доброе утро. Это телерадиоканал Страна.ФМ. Мы сегодня встречаем утро в компании Татьяны Котовой. И, друзья, это какая-то нереальная вселенского масштаба красота. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро, привет. Ну, и как мы хотели уже с Владом спросить тебя, давай рассказывай, что за сотрудничество у тебя с Максом Барских и с Аланом Бадоевым? Как оно началось, как вы пришли к выводу, что вы созданы для того, чтобы поработать друг с другом? А почему именно они? Да. Ну, наверное, это талантливые люди, и они восхищают. Действительно, у Макса Барских многие песни становились в разное время известными хитами. И мы с ним как-то познакомились на одном эфире, на одном телеканале. И встретились после этого эфира, встретились и решили, что давай сделаем песню одну. Потом вторую. Он мне показал. Говорит, а давай сделаем альбом. А чего бы нет? Да, я даже не сомневалась. И мы решили, что действительно стоит выпустить альбом. В моей жизни еще не было альбома, поэтому для меня это дебютный альбом, который сейчас вышел. Сейчас есть предзаказ в iTunes. 21 июля будет полностью релиз альбома. То есть у тебя частями, да, презентация, часть уже прошла, и вот 21 грядет окончательная часть. Неделю назад вышла песня «Лабиринт», «Танцуй, я буду сильнее разлюбила» этой песней, которые уже были известны, которые уже выходили в разное время в моей жизни. Сейчас, вчера вышла песня тоже новая, называется «Он не верит». Действительно, такое трогательное авторство также Макса Барских. И на следующей неделе вот выйдет большая часть новых песен. Я очень жду этого времени. Я очень жду, чтобы мои поклонники, фанаты моего творчества услышали наконец-то эти песни, над которыми мы работали, наверное, года два, вместе с Максом, вместе с Аланом делали, снимали три клипа. Ну, хорошо сняли, я тебе хочу сказать. Я вот смотрела, любовалась, да, очень хорошо выглядишь там. Спасибо, это потрясающее время. Мы трое суток снимали три клипа. За эти трое суток я поспала, наверное, 8-9 часов в общей сложности. Но, и причем эта клипа, действительно, не просто там постоять нужно, поплакать или посмеяться. Там танцуют, ого-го как, понимаешь? Да, там и танцевать надо, и физически, и во льду, и на льду, и везде, и на столе, и под столом. И все время в танце и физические движения. Ну, как ты справилась с этим вообще? У меня все тело было в синяках полностью, от кончиков пальцев до души. Вот так вот, а вы говорите, что все убедно сыпло. Слушайте, ну я только об этом могу говорить. И, Танечка, ты не выглядишь как человек, который не досыпает. Ты не выглядишь как человек, который физически как-то истощен или перегружен. Не доедает, это точно. Друзья, еще раз напомним, Татьяну Котову у нас в студии. Нас можно и слушать, и смотреть, конечно же. И прямо сейчас я вижу у Танечки еще прямая трансляция в Инстаграме. Так что подключайтесь. Вернемся к вам совсем скоро. Получается прекраснейший разговор здесь, на стране ФМ. И тот момент, когда ведущий, если он М, теряет дар речи периодически в течение всего часа. У нас вообще вся степочная бригада. И звукорежиссер, и видеоинженер подвиски. Татьяна Котова у нас замечательная в студии. Танечка, еще раз большое спасибо, что пришла. Так, мы начали обсуждать твой новый альбом. Мы уже сказали про то, что многие песни, ну практически все песни написал Макс Барских. Там дуэт с Максом планируется в этом альбоме? Кстати, да. Но вы знаете, в этом альбоме не будет дуэта. Раньше предполагалось, что будет дуэт, но так получилось, что песня, которая есть у нас дуэтная, она выйдет чуть попозже. Ага, но будет все-таки. Она будет. О, небольшую секретику уже раскрыли. Но будет ли это Макс, еще пока под вопросом. Слушай, а вот сотрудничество с Максом Соланом, скажи, вот как оно, как взаимодействие между творческими людьми? То есть они вот прям вот продюсеры-продюсеры, то есть делаешь так, поешь так, здесь вот так, здесь так. Или они говорят, Танечка, а как ты думаешь? А может быть лучше вот тебе спеть? Все настолько гармонично у нас получилось. Например, я говорю, что мне нравится танцевальный клип. Говорю, Алан, давай сделаем что-то танцевальное, настолько танцевальное, чтобы, ну, прям растанцеваться. Ну, ты растанцевалась там, конечно, да. И, например, это было в клипе «Танцуй». И Алан говорит, давай сделаем такой какой-то монтаж необычный. И вот все это все в обсуждении. Макс, например, предлагал, какие песни спеть, какие должны быть в альбоме, в каком порядке, например. Ну, то есть все это было... Дружеское обсуждение. Да, у нас все было, ну, не было там, да, ты должна сделать так, стать здесь, пойти так. И причем я могу сказать, что, например, если ты работаешь с Аланом Бадоевым, то, безусловно, ему стоит доверять. Вот он действительно гениальный человек. Снимать клип с ним всегда одно удовольствие. Так, Влад, а ты видел клип «Танцуй-то»? Да. Там вот как раз этот лед, на котором горячие танцы. Вот то самое, о чем мы говорили. Причем многие сцены вырезали для телеканалов, потому что, ну, не все могли пропустить. Ну, ты, в самом главном, не простудилась там? Нет, все прекрасно. Слушай, а подожди, а мне интересно, а что ж такого там было, чего нельзя пропустить? А лед этот был, на самом деле, вы знаете, удивительно, я просто думала, когда, ну, обсуждали идею клипа, что будет лед, я думала, это будет какой-то бутафорский лед. Ну, действительно, когда увидела, что привезли, ну, не грузовик, но достаточно большое количество льда на площадку, у меня был шок. Я не предполагала, что это будет настоящий лед. А потом, когда оказалось, что с Аланом мы уже не первый раз работали, у меня был первый мой дебютный клип, он называется, и еще в составе группы «Виагра» мы работали с ним. И потом я начала вспоминать, что Алан любит все натуральное, чтобы все было настоящее на площадке. Все, потому что результат-то соответствующий, настоящий, абсолютно естественный. Друзья, Татьяна Котова у нас в гостях, мы продолжим очень скоро и к вам вернемся. Утро страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну, а Влад Кутузов сегодня удачно проснулся, да? Мы сегодня проснулись, поработали чуть-чуть, а потом... Чудо! Чудо! Утреннее. Слушай, ну, так, чтобы тебе вообще вот прямо чудо-чудо, так сказать, расказявило, Татьяна хотела нам рассказать, как она изучала танец «Тверк» для клипа «Танцуй». Ну, не то, чтобы хотела, да? Ну, на самом деле, да, есть определенное время, когда есть моды на танцы, да? В какое-то определенное время в моем детстве была мода на восточные танцы. Я сама научилась этим танцам, когда уже училась в университете, даже стала преподавать восточные танцы. Это вот это бедра, живот это взяли. Танец живота, вот это все, вот это бедра. Это классно было. Я пыталась как показать. Показалось, если что. Да. И мне, на самом деле, не было сложно учиться танцу «Тверк», и поэтому... То есть ты легко прямо осваиваешься? Да, да. Но я вообще люблю танцевать. Когда я выступаю на сцене, у меня нет такого времени, когда, например, даже минуты, когда я просто стою на сцене, ну, не минуты даже, там, 20 секунд. Я не могу стоять на сцене, я все время в движении, у нас постановки, танцевали. Он мне прямо сейчас на языке вертится из разряда «покажешь», но я боюсь, что парализуется. Ну, я-то точно не досижу до конца. Не досидишься. Тогда только ради Влада удерживайся. Друзья, мы хотим напомнить, что сегодня в финале этого, ну, буквально уже минут через 15, мы запремьерим совершенно новый трек, который называется «Лабиринт». Пожалуйста, дождись этого удивительного момента, все будет очень-очень скоро. Тань, ты уже вот прям сразу нам скажи, забрось, так сказать, удочку «Лабиринт». Это танцевальная или лирическая песня? О чем она? А мне кажется, что это и то, и другое. И так, и так. Но она не печальная, что самая классная. Она о взаимной любви. Она такая, знаете, она добрая, воздушная, теплая, радостная. О том, что есть близкие люди рядом. Я так, насколько я поняла, будет альбом называться «В честь нее». Да, да, потому что «Лабиринт» — это все чувства, а все песни — это тоже какие-то разные чувства. В этом альбоме собраны все переживания, они и приятные, и, конечно же, там есть и про расставание, и про первое время, про первые секунды влюбленности. И, ну, то есть, и поэтому «Лабиринт», потому что можно говорить про «Лабиринт», что это все, полный спектр, вся синергия. Хорошо сказал. Ждем альбомы, ждем премьеры песни совсем скоро. Тань, скажи, пожалуйста, вот вкратце у нас 20 секундчиков. А для тебя важно, чтобы в песне было вот много твоего личного? Или просто вот есть какая-то хорошая история, да, я ее сыграю сейчас с большим удовольствием. Ну, наверное, артист, он и должен быть артистом. Название артиста — это когда не всегда можно знать, вернее, не то что знать, не всегда обязательно в твоей жизни бывают такие ситуации, такие истории, о которых мы поем. Но, например, у меня есть такие песни, я их даже пела, например, себе. То есть я переносила этот образ. Или, например, у меня есть подруга, у которой была такая ситуация в жизни, и я пела о ней. И я считаю, что мы как артисты, то есть артисты, это как актер, он должен каким-то образом... Ну, в любом случае, это какая-то личная история. Друзья, Татьяна Котова у нас, мы ослеплены, мы продолжим ослепляться совсем скоро и к вам вернемся. Как белый подснежник, как алая роза, Татьяна Котова цветет в нашем эфире. Доброе утро, еще раз, Танечка. Доброе утро. Доброе утро. Прекрасное утро. Активизируй. Да, у нас есть вопросы, но вопрос уже, ответ на который прозвучал, но, может быть, еще раз, потому что человек не расслышал. Сергей пишет, Танечка, будет ли клип на песню «Лабиринт»? А-а-а. Угу. Ну, на самом деле, сейчас на моем официальном сайте, на канале YouTube, есть лирик-видео, который можно посмотреть. Там действительно красивая работа сделана. Можно посмотреть, называется Татьяна Котова «Лабиринт», просто вводите и смотрите. Ну, такой предклип. А сам клип, ну, я еще пока в размышлениях. Мы пока еще не снимали. Ну, все может быть, друзья. Вы все следите внимательно и обязательно будете знать. Вопросы задают тебе исключительно мужского пола люди, что неудивительно. Еще один Сергей спрашивает. Танечка, назови пять правил удачного дня и дополняй. Инстаграм у тебя просто огонь. О-о-о, классно. Пять правил удачного дня? Пять правил удачного дня, да. Вот на личном примере. Так, ну, это, наверное... Встала, пришла на Страну ФМ. Ну, давайте. Это уже два. И так каждый день. Встала, пришла на Страну ФМ два. Доехала или пришла? Удачно доехала, да. Ну, давайте говорить, например, там, спорт, допустим, да? Любовь. Еда? Нет? Вкусные завтраки. Слушайте, как звучит волнующее слово «любовь» в устах Татьяны. Татьяна, а свободно ли твое сердце в данный момент? А, такой вопрос. Не, мы можем сделать вид, что мы не задавали. Это вопрос легко вообще, переключиться на еду. Да, на борщ. Еда, между прочим, заменяет мне к трех случаях. Ну, ладно, я думаю, что для Сергея трех правил удачного дня вполне хватило. Да? Я думаю, это основное. Да, ну, действительно, что может быть лучше. Таня, мы с тобой в том выходе говорили о том, что ты каждый образ на себя примеряешь. Вот я знаю, что ты, оказывается, дебютировала как актриса, и получается у тебя шикарно. Где ты сейчас мелькаешь, светишься, озаряешь? Ну, периодически присылают различные сценарии на съемки каких-либо фильмов, но не всегда это все как-то со мной сочетается, да? То есть это очень важно же, что, например, если тебе предлагают роль, ты должен понимать эту роль, чувствовать ее, или, например, раскрыть себя по-другому, чтобы сняться в этом фильме. Вот. От многого отказываюсь, приходится. А вот роль... Ну, то есть это не... Извини, пожалуйста. Это не твоя история, да, когда... Ну, мы не будем называть фамилии. Бывают такие медиаперсонажи, которые, ну, практически везде готовы ради того, чтобы появиться на экране, прям вот сразу на все что угодно. Это же не ты, не твоя история. Подождите, а роль твоей мечты, вот в чем бы ты раскрылась максимально? Ой, мне вообще очень нравятся какие-то такие драматичные фильмы, когда... с непредвиденным концом обязательно. Я бы, наверное, с удовольствием бы сыграла в фильме «Исчезнувшую» героиню. Мы продолжим разговор с Татьяной Котовой о творчестве, о жизни и любви совсем скоро, друзья, но прямо сейчас ненадолго прервемся. Умакоится, интересные вопросы приходят нам в группу ВКонтакте. А вот Тане предлагает «Со змеями снятся». Ну, да, мы слышали это. Это было действительно. Вопросов много, Танечка. Действительно, хочу поблагодарить тебя за песню «Я буду сильнее». Она всегда меня поддерживает и заряжает, пишет Тина. Супер, я очень рада. Так, что еще? Тань, какая у вас любимая страна для путешествий, пишет Таня? Страна, в которой я еще не была. А из тех, в которых была? Ой, да мне многие нравятся. Каждая страна чем-то отличается, да, и чем-то выделяется, и куда хочется вернуться по каким-то определенным причинам. Например, мне нравится... Италия. Италия нравится. Там макарон. Таня, мы ждем тебя в Одессе. Приезжай, пожалуйста, с концертом, пишет Маша. А, супер. Зовут, в общем, не зовут. Друзья, у нас совсем скоро, буквально через две минуточки, премьера трека Татьяны Котовой. Называется «Лабиринт». Обязательно дождите все это будет вот прям вот-вот-вот совсем уже. Ну, и знаете, вот такой логичный вопрос вытекает. Во-первых, идет прямое вещание в Инстаграме. Во-вторых, такое огромное количество людей, которые задают вопросы. Ты вообще как общаешься с поклонниками в интернете? Прям в тесной связи с ними? Или так? Время от времени сделаешь селфи и сойдет. У меня по-разному бывает. У меня бывает... Я в Инстаграме выкладываю фотографии, потом могу забыть про него совсем. И, ну, наверное, это даже неправильно. Нужно чаще выкладывать новые фотографии, рассказывать о своей жизни. Ну, я настолько... У меня жизнь настолько яркая и разноплановая, что, ну, не хватает времени все время делиться. Поэтому, простите, мои люди, поклонники, кто смотрит, всегда следит за мной. Я знаю, у меня есть фан-группа ВКонтакте. Достаточно долго мы собирали вот весь такой, всю эту команду, можно сказать. И я думаю, что где-то в августе, может быть, в сентябре мы сделаем фан-встречу. В начале сентября, может быть, даже. А как это проходит? Который проходит, ну, вот кто-нибудь собирается. Но это не онлайн, это в реале все, да? Это не онлайн, в реале можно прийти на встречу. У нас собирается немало человек. Мы делаем, мы общаемся, пьем чай. Едим макароны. Фотографируемся. Бывает, даже пиццу едим. Так, я пойду. Все, ребята, считайте это за официальное приглашение практически. Будет хорошо, интересно и вкусно, что тоже не было важно. Да ладно, еда это любимая наша тема, но и... Ну что, мы все ближе и ближе к сегодняшней премьере, к песне «Лабиринт». Тань, давай как-то, наверное, мы ее обозначим. Напустное слово. Напустное слово, да, вот по поводу этой песни, которая прозвучит совсем скоро уже. Можешь поделиться эмоциями, когда ты ее впервые услышала? Как это было? У нас прям 23 секундчик. Я ее два года назад первый раз услышала. И, знаете, у меня не было эмоций, сил, вдохновения записать ее так, как я ее записала сейчас, недавно. И для меня эта песня очень дорога, я ее очень люблю. И поэтому я очень хочу, чтобы она прозвучала и для многих людей стала каким-то таким напутственным, таким... Вот она уже и звучит. Она уже, кстати, и звучит. Итак, друзья, премьера песни в эфире «Странная ФМ» Татьяна Котова. Замечательная песня, которая называется «Лабиринт». Давайте прямо сейчас ее и будем слушать. Ты медленно сводишь с ума, но чувствам мешает туман. Идти на твой сладкий огонь, боюсь, опять сгорю в нем. Я больше не замечаю других, мои мысли замкнули круги. Не могу больше быть одной, ищу твою ладонь вновь. Хочу в тебе опять заблудиться, и заново пусть все повторится. Ты мой лабиринт с собой забери, туда, где нет входа и выхода. Хочу в тебе опять заблудиться, и заново пусть все повторится. Ты мой лабиринт с собой забери, где вдвое больше вдохов и выдоха. Я в твоих растворяюсь в глазах, Меня крепко к себе привязал, И, наверное, трудно понять, о чем молчу тебе, но ты. Только ты учащаешь мой пульс, Без тебя пары холодно, пусть. Не хочу ничего менять, и вновь я буду ждать ночь. Хочу в тебе опять заблудиться, Ты мой лабиринт с собой забери, Туда, где нет входа и выхода. Хочу в тебе опять заблудиться, И заново пусть все повторится, Ты мой лабиринт с собой забери, Где вдвое больше вдохов и выдоха. Хочу в тебе опять заблудиться, И заново пусть все повторится, Ты мой лабиринт с собой забери, Туда, где нет входа и выхода. Хочу в тебе опять заблудиться, И заново пусть все повторится, Ты мой лабиринт с собой забери, Где вдвое больше вдохов и выдоха. Премьера! И вот так вот хочется встретить песню. Состоялась. Ура! Ура! Ну, слушай, Сергей пишет, а сама Таня загляденье. Загляденье Таня пишет. Он проставьте уже лабиринт, просим. Ну, вот он что-то прозвучал. Неужели вы прослушали? Я думаю, что нет. Так, Тань, давай вот теперь приоткроем интригу. Это единственная песня в альбоме, которая не Марсом Барских написана, нет? Ладно, снимаем вопрос в повестке дня, продолжаем. Я просто думала, что про авторство нужно. Мы ждем клипа на эту песню. И тогда уже Татьяна откроет нам секрет. Таня обещала, что он будет обязательно снят в ближайшее время. Смотри, еще вопрос. Скучает ли Таня по временам Виагры? Такой вопрос тебе пришел. От Алины. По-разному, знаете, я не могу сказать, что я скучаю. Можно сказать, что когда ты не одна треть в коллективе, тогда у тебя больше спектр жизни, творчества, реализации себя. Потому что действительно очень важно себя найти и самореализовать. Когда ты один на сцене, когда ты принимаешь очень много решений, потому что я же сама себе еще и продюсер, у меня нет продюсера. То я, наверное, очень хорошо раскрылась после того, как ушла из группы. А гастроли интересных моментов в этой жизни у меня уже больше, чем было, когда я пела в группе. Это же обычная история. В любом периоде у человека есть свои плюсы, свои минусы. Вот сейчас, глядя на тебя, мне кажется, только одни плюсы. Большие, жирные какие-то, такие вот бесконечные практически. Так, Таня, про iTunes расскажи. «Лабиринт» держалась на самых первых там позициях. Тройки, тройки все время. В течение, вот как только мы выпустили, неделю назад вышел альбом. И в течение вот всей недели «Лабиринт» держалась на первом месте. Ой, на первом скалу. Блин, какая оговорка. А это по-прежнему нормально, лишь так будет. Это нормально, нормально. Это задел на будущее такое. Да, да, да. Смотришь, еще вопрос от Виктории. Тань, какую музыкальную премию вы хотели бы получить и за что? Ага. Грэмми. Что тут думать? Ну а если так расширить список? Их же много всяких премий. Наверное, все премии вы хотели бы получили. Зачем выбирать? Самый правильный ответ. Тань, ну еще спрашивай по поводу альбома. Давай уточним в очередной раз, когда он выйдет и когда его могут ждать. Альбом выйдет, релиз альбома намечен на 21 июля, то есть это на следующей неделе. Выйдет еще большое количество треков, называется, там, есть такие песни, как «Вслед за мечтой», «Между нами», «Мне не больно». Ну и еще какие-то там еще. В общем, ребят, дождитесь, когда выйдет альбом, и сами все услышите, увидите, когда будут выходить. И предзаказ, да, сейчас у вас идет? И предзаказ сейчас уже можно купить альбом, да. Я только понимаю, что даже по выгодной цене. Это уже неважно для настоящих поклонников. Танечка, у нас буквально 15 секунд. Слова твои, твоим поклонникам-фанатам. Моим поклонникам-фанатам я хочу... Или вообще просто слушателям, да, наверное, да? Да, всем, всем. Хочется пожелать прекрасного сегодня дня. Несмотря ни на какую погоду, пусть в вашем сердце всегда будет любовь, солнце и взаимопонимание. Спасибо большое за то, что слушали, за то, что были с нами. Спасибо тебе огромное, что вы слышали. Спасибо тебе огромное, друзья, совершенно фантастическое, фееричное. Татьяна Котова была у нас в гостях, Татьяна. Спасибо, приходи, еще будем ждать. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра, пока. Счастливо. На телерадиоканале Страна ФМ.